В социальных сетях злопыхатели уже окрестили этот туалет самым худшим в стране, а учреждение – самой грязной школой в республике. Однако так могли сказать лишь те, чьи познания о школе номер 6 только туалетом и ограничились. Учреждение по праву считается одним из лучших в городе по качеству образования, а комфорт в санузлах – дело поправимое, хотя и не всегда простое. Местное руководство в непрерывном поиске способов улучшения условий, поэтому, узнав о конкурсе, проводимом брендом «Доместас», тоже решили принять в нем участие. Это такое подспорье, когда вот в Российской Федерации, в Республике Башкорстан образуются вот такие конкурсы, объявляются конкурсы, и в них можно участвовать. В этом году через отдел образования мы узнали, что существует такой конкурс, как ремонт туалетов через фирму «Доместас». Мы с удовольствием активизировались сами, классные руководители, подняли общественность, наших родителей и заявились в этом конкурсе. Школа получает бюджетное финансирование, но не может решать, что будет отремонтировано на эти деньги. А средства направляют на первоочередные нужды. Например, в 2020 году отремонтировали хозяйственный блок. Двухэтажное здание, помещение в котором сдавались, капитально преобразилось. Здесь разместились учебные кабинеты для пятых-одиннадцатых классов. На все это ушло 15 миллионов рублей. Для того, чтобы устранить вторую смену, школе был передан учебный корпус по адресу социалистическая 42. Там у нас открылись инженерные классы, и на ремонтные работы бывшего здания УГАТУ были выделены 19 миллионов. В школе на данный момент функционирует 26 туалетов для детей и 6 для сотрудников. А этот санузел, расположенный на первом этаже основного корпуса, закрыт. Здесь нужен не легкий косметический ремонт, а что-то более глобальное. Здесь самая большая проблема в этом туалете – плиты перекрытия. Через плиты перекрытия проходят канализационные трубы. За 50 лет они пришли в негодность, сгнили и течет. Мы этот туалет закрыли по техническим причинам. Детям этим туалетом пользоваться мы не разрешаем. Со слов представителя компании-производителя бытовой химии, свой конкурс они проводят на протяжении трех лет. Победителями становятся те, за кого проголосовало больше всего пользователей сайта. Бренд Доместас в России стремится обеспечить чистоту и создать в школах комфортную среду, в которой ученики смогут сосредоточиться на получении знаний. Акция «Терпеть нельзя учиться» является одним из действий, которые бренд предпринимает для этой глобальной и амбициозной задачи. В этом году на конкурс подало заявки наибольшее число участников за время существования проекта, что говорит о том, что нам удалось привлечь внимание к такой важной проблеме. А также о том, что для решения этой задачи начали объединяться небезразличные граждане. По данным компании, около 45% родителей считают, что их дети стараются, что называется, дотерпеть до дома и избегают посещения школьного туалета. А это, в свою очередь, мешает сконцентрироваться на учебе. Ну а руководство шестой школы после объявления результатов конкурса надеется, что проблемный санузел перестанет быть таковым и ждут начала ремонта. Зульфия Амирова, Задовлетшин, информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова